Всем большой привет! Сегодня я хотела вам показать кое-что, чем сама пользуюсь. Смотрите, допустим, у меня есть какая-то маленькая коллекция. Я нарисовала девушек, и концепция как бы одна на все картинки. То есть это просто силуэт девушки, абстрактный абсолютно, который подходит под концепцию, например, макияж, салон красоты, то есть просто все, что связано с девушками и так далее. Такой баннер. Так, я, допустим, хочу подобрать ключевые слова под данный набор. Я нашла сайт, который называется, в общем, вот так вот, ссылка будет внизу в описании, имстокер. Здесь мы подбираем ключевые слова. Выбираем тип, что нам надо, допустим, вектор. И сюда я обычно в гугле, допустим, ставлю то, что мне надо. Вот, допустим, да, силуэт, девушка, макияж. Ну, например, да, то есть у меня там уже какие-то были. Давайте, допустим, такой вариант. Копирую, вставляю сюда и нажимаю поиск. Сейчас покажу, в чем основной плюс этого метода. Да, то есть, в принципе, это пока что-то не ново. Ну, дальше я выбираю там тех девушек, да, которые, в общем-то, ну, либо просто мне нравится, либо мне кажется, они подходят. Вот, да, ну, здесь уже девушка красится, у меня, в общем-то, никто, у меня уже накрашенный, да. Так, ну, допустим, да, вот мы кого-то выбрали. Выбираем все, что нам нравится, все, что похоже. Ниже он показывает все слова, которые встречаются в этих картинках, да, то есть вообще все слова. В чем основной плюс, что наводя на слово, да, я вижу его перевод, какое-то описание. То есть, если вы не очень хорошо знаете, допустим, английский, да, то есть первый плюс, что он вам показывает перевод. Второй плюс, он показывает какой-то, видите, ранг, то есть, допустим, силуэдов 86%, девушка 42%, 31%, 40%, да, фэшн, образ, манера и так далее. Герл 39%, 24%, бьюти. Вот. Получается, все, что отмечено здесь фиолетовым, это имеет самый большой рейтинг. Ну, то есть, я так понимаю, что это самое, то, что вводят ключевые слова при поиске. Итак, допустим, мы выбираем первые 50, либо 20, либо 10, да, вот допустим. Также можно, допустим, какие-то слова мне, допустим, не нужны, допустим, арт, мне не надо. Я его отсюда убираю. Вот тут вот внизу он отображает те слова, которые у меня были. Так, давайте редактировать. Удавлить дублированные похожие слова. Так, давайте вообще все удалим. А, удалить превышающий лимит, да, мы удалили. В общем, здесь мы как-то их настраиваем. Можно по рангу. Число скачивания, да, это, наверное, одно и то же. По алфавиту и так далее. Так, вот тут показывает, сколько у нас тут слов. Отсюда тоже можно удалить слово, допустим, так вот взяли его и удалили. Просто дели там, да, вот 49. То есть тоже так посмотрели, допустим, вот слова, да. Умозрительный, понятийный. Я не знаю, что это за слово, давайте его удалим. Так, профайл, силуэт, спа, мода, графильное изображение, наглядный, меже, гламур. То есть я так вот все пересматриваю, какие слова мне не нравятся. Допустим, вот линия, да, что за линия, допустим, я удаляю. И у меня 47, да. И я потом, то есть выделены вот этой вот подсветкой то, что у меня здесь есть. А то, что не выделено, допустим, косметик, да, косметический. Я его выбираю, он у меня тут появляется. То есть такой, в некотором смысле, удобный ресурс, чтобы, допустим, вот human, да, человеческий, бла-бла-бла, ну, то есть человек. Салон, да, вот, допустим, салон, гостиная. Ну, я думала, салон, типа салон красоты. Артистик давайте выберем. Ну, вот так вот, да, ресничка. Ну, давайте выберем, допустим, ресничку. Ну, салон тоже, допустим, выберем. Так, сикси. Ну, вот так вот, в общем, да, сейчас у меня лишний один, допустим, цветочный, привлекательный, взрослый, да, допустим, взрослый мне не надо, у меня нет никого взрослый. Все, допустим, мне нравится, я подобрала, да, дальше мы их копируем словом, и чтобы, допустим, вот эти вот мне поставить сюда, да, то есть у меня отдельная папка такая, я пользуюсь, это личного йога, как бы, предпочтение, да, можно разными программами пользоваться. Я пользуюсь стоксабмиттер. Загружаю я, как правило, через FTP клиент или стоксабмиттер, то есть это, как бы, неважно. Если у меня есть лимит в стоксабмиттер, я, как бы, здесь загружаю. Если нет, то я загружаю в клиенте в обычном. И теперь я просто вставляю сюда ключевые слова. И когда я уже загружаю, у меня осталось только ввести сейчас описание и название. И когда я загружаю уже на сток, на потом на любой сток, там эти ключевые слова, ну, то есть все метаданные уже есть. Конечно, можно поставить, как бы, разные. Я загружаю, скажем так, разными периодами картинки из одной серии. В общем, вот эти вот слишком одинаковые. Ну, это вообще одна и та же картинка, просто в разных пропорциях, как сказать, да, разный размер холста. Я их просто разными загрузками загружаю. А, допустим, вот это, вот это и вот это у меня пойдут одной загрузкой. Но, возможно, кейверды будут одинаковые. Вот, то есть для меня это как-то получилось удобный способ. Просто я, как бы, контролирую все ключевые слова. Я могу смотреть по рейтингу. Я могу, если я не знаю перевод, здесь могу сразу посмотреть перевод. Ну, как бы, такой удобный просто сервис. Вот, надеюсь, вам было полезно и интересно. Пишите в комментариях, чем пользуетесь лично вы. Всем спасибо за внимание и всем пока!